всем привет добро пожаловать мою оранжерею сегодня покажу свою новиночку как вы видите уже красотка сансеверия желтой каемочкой и сегодня хочу перевалить ее в другой горшочек но не хочу я просто этот горшок как бы я купила для нее керамический горшочек красивый и буду пересаживать и расскажу о ней я давно хотела себе такое растение все боялась некуда же ставить но все-таки не сдержалась это растение она сейчас очень популярная его любят дизайнеры потому что она неприхотливая растение и очень хорошо смотрится в интерьере многие суккуленты невысокие и приземистые так как они приспособились в жизни к засушливом климате но не сансеверия это тропическое растение известно своими красивыми и высокими листьями разных цветов сансеверия разрастает в тропиках западной африки и являются важной частью африканской культуры на родине сансеверия считается что она обеспечивает духовную защиту ее используют в ритуалах чтобы снять сглаз и порчу этот суккулент также ассоциируется с несколькими африканскими богами в том числе с богом войны а в китае считают что этот суккулент приносит удачу также как нефрит они верят что боги наделяют владельца сансеверии восьмью благами в том числе долгой жизнью и процветанием вот такую интересную информацию вам сказала а теперь буду ее пересаживать и буду рассказывать как я буду за ней ухаживать долго думала и взяла свой любимый горшок в магазине керамический нравится мне очень хорошо смотрится и тем более сансеверия она очень тяжелая листья тяжелые и этот горшок он будет более устойчивый но конечно же сансеверия она не любит сильно просторный горшок так что я его буду наполнять керамзитом практически на половину корневая система у нее небольшая а здесь в принципе у нее розеточек уже достаточно и и я думаю она в моем доме очень будет хорошо расти ну во первых я хочу убрать этот старый грунт он мне совсем совсем не нравится первых сырой сырой и корешочки у него были заполнены вот видите сырость какая вообще хотя сансеверия не любит такую сырость это же вообще суккулент по максимуму конечно прям отряхнуть вот этот старый грунт вот такой тяжелый такое знаешь ощущение такое как будто ее накопали где-то на дороге вообще правда ох тяжелая тяжелая но здесь прям у нее корешочки ну прям здесь корешочки делить я ничего не собираюсь как вы знаете я люблю такие большие жирные растения моя земля конечно вообще прям тяжелая никаких разрыхлителей нету и сейчас я составлю для нее грунт здесь у меня вермикулит я прям хорошо насыпала древесный уголь потом здесь у меня с где-то осталась кора то есть ну вот и теперь я сюда буду высыпать грунт грунт ну вообще как бы подходит и для кактусовых я взяла грунт для бегоний он очень питательный этот грунт и легкий вот здесь тоже с разрыхлителем но сейчас я посмотрю ему еще добавлю сюда и перлит теперь очень хорошо нужно перемешать эти комочки если какие-то присутствует она сейчас разрыхлителем этот грунт конечно будет прям вообще рыхлый можно конечно добавить и песка сюда если есть я просто буду использовать перлит вермикулит и сейчас буду наполнять керамзитом здесь конечно имеется уже дренажное отверстие у горшка ну конечно глубокие но это ничего страшного то есть керамзитом будут посмотрите у меня получается практически половина потому что я здесь земли буду вот так вот посыпать то есть я хочу чтобы ну было во первом он устойчиво мне нравится он очень красиво смотрится вот этот вот горшок и у меня грунт очень рыхлый но за поливом буду следить я все равно ее буду поливать крайне редко я думаю раз в две недели а вообще буду смотреть конечно по состоянию да к отцу меня поддерживает слышите линька прошла линька прошла хорошо теперь мы поем мы сейчас я вот так вот на дно положу да и конечно я добавлю сюда удобрение осмокот это осмокот про удобрение длительного действия а сансеверия любит покушать хоть она и предпочитает и рыхлый грунт но все же чтобы это было ей питание из-за этого она будет наращивать очень длинные и красивые листья ну сейчас будем ее садить ну вот так вот я буду ее держать и подсыпать ну вот выровняла ее но смотрится конечно она вообще хорошо я ее здесь заглублять не стала сильно вот ее розеточки как бы как она росла я их так и оставила здесь получается у меня как бы глубина но я так рассчитывала потому что я уже говорил этот горшок устойчивый и потом она когда по мере разрастания она же будет расширяться да и как бы вот этот горшок и и будет еще держать то есть она не будет разваливаться и и теперь немного про уход как я буду за ней ухаживать во первых я поставлю ее возле окна чтобы на нее попадала солнышко и тем более у меня там все искусственное освещение так как на носу зима и света солнечного не хватает а этой сансеверии нужно солнышко для того чтобы у нее больше было желтого по краям а а если солнце хватать не будет она просто будет зеленая буду ее удобрять раз 14 дней просто удобрением для цветущих растений полив по мере пересыхания грунта полностью это примерно будет наверное раз в 10 дней чуть-чуть буду поливать ее ну там буду смотреть и конечно же нужно протирать будет ее листики или раз в 10 дней ее просто носить в душ чтобы смыть пыль с листьев вообще этот цветок я уже говорила он не плехотливый то есть ее можно поставить в комнате куда-то и в полутень допустим какой-то немного дальний угол и равно чтобы на нее как-то там попадало солнышко совсем в темноту конечно ее ставить не нужно я в общем рада что у меня появилось такое растение в моей оранжерее да и подписчики мне давно говорили почему же у меня нет ни одной сансеверии но вот теперь появилась подписывайтесь на мой канал будет интересно увидимся в следующем а